Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я хочу рассказать вам о пользе такой ценной ягоды, как облепиха. Это по-настоящему кладезь витаминов, макро-микроэлементов и очень биологически активных веществ, которые так необходимы сейчас нам в эту темную пору. Поздняя осень, зима, ранняя весна – это период, когда наши силы находятся под очень большой нагрузкой. Отсутствие солнечного света, холод, сырость – это подрывает иммунитет. Плюс, как всегда, ходят различные болезни, начиная от гриппа, всем нам привычного, заканчивая опасным коронавирусом и еще кучей других неприятностей, которые подстерегают ослабленный организм на каждом шагу. Так вот, чтобы хорошо подготовиться к этому зимнему сезону, необходима поддержка не только нашим деревьям, кустарникам, цветам, но и нам самим. И здесь поможет облепиха. Чем же она так хороша? Во-первых, это высокое содержание витамина А и витамина Е. Витамин А или провитамин А, точнее каротин, обеспечивает яркую окраску ягод облепихи. В организме человека провитамин А, каротин, превращается в сам витамин, и он обеспечивает эластичность и здоровье нашей кожи, волос, сосудов, сохраняет остроту зрения. Витамин Е жизненно необходим для поддержания здоровья, в особенности женского здоровья. Его еще называют токоферол. Почему? Потому что он обеспечивает способность иметь детей. Для женщин это, поверьте, очень и очень важно. Но не менее важно и для мужчин, потому что витамин Е, тот витамин, который мы сами синтезировать не можем, а он так необходим и для кожи, и для мышц, и для костей, для всего нашего организма в целом. Кроме того, витамин С. Витамин С – это тот витамин, который мы обязаны получать извне. Мы его не можем сами синтезировать. И он содержится в большом количестве именно в облепихе, а также в смородине и других фруктах и ягодах. Конечно, рекордсмен из наших доступных – это черная смородина. Но и облепиха содержит достаточно количества этого ценного витамина. Хочу напомнить, что суточная доза витамина С – 200 мг в день. Не больше и не меньше. Потому что если у вас есть проблемы со здоровьем, с желудком, избыток витамина С тоже может привести к нехорошим последствиям. И, например, увеличить хрупкость сосудов. Дальше. Это макро- и микроэлементы, которые необходимы не только растениям, но и нам с вами. Ну и, конечно, биологически активные вещества. Что это такое? Это целая группа веществ очень сложной природы, очень сложного строения и обязательно биологического происхождения. Биологически активные вещества, которые содержатся в облепихе, повышают наш иммунитет, повышают устойчивость, повышают нашу выносливость. Таким образом, если вы употребляете регулярно облепиху, либо продукты ее переработки, вы поддерживаете свое здоровье на должном уровне. И более того, в темное время мы повышаем, поддерживаем свой иммунитет на достаточно высоком уровне, чтобы противостоять болезням. А если, не дай бог, заболели, то справиться с ними, с наименьшими потерями. Как, кстати, можно употреблять облепиху? Если вы попробуете просто свежую ягодку, сейчас, кстати, многие видят в магазинах, продается замороженная ягода облепихи, готовая к употреблению. Не всем она понравится, ягодка кисленькая. А если у вас есть проблемы, допустим, с язвенной болезнью желудка или гастрит, то, конечно, чистую ягоду употреблять нежелательно. В таком случае отказывать полностью себе в облепихе не стоит. Можно приготовить очень вкусный, ароматный облепиховый чай. Для этого вам понадобится пара ложечек ягод облепихи, горячая вода, достаточно комфортной для нас температуры 40-50 градусов. Дело в том, что при такой температуре витамин С и прочие витамины практически не разрушаются. Немножко сахара или меда, и вот немножко подавив ягоды в стаканчике, вы получаете ароматный поливитаминный напиток. Можно приготовить сок. Конечно, здесь понадобится добавление сахара. И, кстати, когда вы готовите сок из облепихи, будьте готовы к тому, что со временем он расслоится на две фазы. Более густую и более прозрачную. Дело в том, что содержатся в мякоти разные вещества разной плотности. Так вот, это не признак того, что сок испортился. Достаточно его вновь взболтать, и вы получите суточную дозу витамина А в одном стакане сока. Ну и, наконец, для тех, кто любит сладости, это варенье. Кто-то может увлечься вареньем из чистой облепихи, но я советую сделать очень оригинальное тройное варенье. Сезон уборки урожая закончился, и у нас остается много различных фруктов, яблок, груш, которые как бы немножко лишние. Ну, или урожай очень обильный, и вы думаете, что можно с ними сделать. Попробуйте приготовить тройное варенье. Для этого вам понадобятся груши, яблоки, и буквально горсть две облепихи. В каком соотношении? Исключительно на ваш вкус. Я обычно делаю как килограмм яблок, килограмм груш, и стакан или полтора стакана очищенных промытых ягод облепихи. Все это варится вместе с сахаром в соотношении один к одному. В результате получается очень ароматное, очень яркое, насыщенно-оранжевого цвета варенье с неповторимым вкусом, который, поверьте, нравится всем. Более того, это варенье получается еще и обогащенное теми веществами, которые облепиха содержит в себе. Многие из наших садоводов-любителей уже имеют у себя облепиху, а некоторые только задумываются о том, чтобы ее посадить. Для того, чтобы ежегодно иметь урожай вот таких прекрасных, ярких, солнечных ягод, необходимо знать основные моменты при посадке. Первое. Облепиха – двудомное растение. Нужно мужское растение и обязательно женское. Да, попадаются сорта, у которых на одном растении есть мужские и женские цветки, но самый высокий урожай получается вот при таком соотношении, когда берется конкретно мужчина и конкретно женщина. Соотношение мужчин и женщин может варьироваться. Если вы хотите одно деревце женское, достаточно одного деревца мужского. Но если вы хотите плантацию, то на 10 женских деревьев вполне хватит одного мужчины, мужского растения. Посадка. Какие требования к почве? Облепиха, пожалуй, одна из наименее требовательных к плодородию почв растений. Почему? Дело в том, что она способна самостоятельно при помощи бактерий-симбионтов усваивать азот, содержащийся в воздухе, как бобовое растение. Но это не значит, что вы можете сунуть ее просто в чистый песок и забыть. Нет. Конечно, мы подготовим ей место как нужно. Застой воды не допускается. Нежелательно западины, где будет застаиваться также холодный воздух зимой. Участок должен хорошо продуваться ветром, проветриваться. Дело в том, что облепиха растения, в том числе и опыляемые ветром. В его пыление активно участвует ветер. В посадочную яму мы вносим для деревца молодого, для саженца, немного компоста, PH близко к нейтральной, суперфосфат для лучшего укоренения и немножко калийных удобрений. Это может быть, кстати, и древесная зола. Допустим, один стакан на небольшой саженец. Подготовленную питательную смесь мы перемешиваем и при посадке засыпаем посадочную яму, аккуратненько саженец потряхивая, чтобы земля просыпалась, чтобы не было пустот под корнями. Проливаем, подсыпаем осевшую почву. И здесь, кстати, не забудьте добавить почву или воду для полива, триходермин, либо любой другой биопрепарат. Он поможет вашей облепихе надежно укорениться, сформировать хорошую микоризу с почвенными всеми организмами и сохранить, поддержать свое здоровье на высоком уровне. Итак, мы посадили, мы полили. И здесь очень важный момент. Облепиха растет быстро, но стволы у нее довольно-таки хрупкие. Облепиха обязательно нуждается в хорошей поддержке. После того, как вы посадили, поставьте ей хорошенький кол и подвяжите с тем, чтобы молодые гибкие саженцы ни в коем случае не раскачивались ветром в зимний период и весенний. А когда она начинает плодоносить, тем более поддержка ей жизненно необходима. В первую очередь, конечно, женским растениям. И поверьте, прекрасный кустарник с серебристым листом, с ярко-оранжевыми ягодами станет и декоративным дополнением, и прекрасным дополнением на вашем столе. Редактор субтитров А.Семкин